У Аристотеля, он был настолько новатор, что он в греческой ментальности с многочисленными богами Аристотель умудрился быть атеистом. Ну, то есть, в его философии нет привычного нам понимания Бога. Все мы привыкли думать, да, что Бог — это, ну, не оскорбляя ни черепьезные чувства, но он похож на человека. То есть, вы приходите в храм, вы видите там изображение Бога, похожее на человека. И, как бы, Аристотель одним из первых задумывался над тем, что, как бы, если бы, ну, лошади были разумны, если бы у лошадей был бы Бог, то он был бы похож на лошадь, что изображать Бога как человека неправильно, что он назвал словом мудрым таким антропоморфизм, то есть антропос — человек, морфизм — это изменение. И, как бы, в его философии Бог, его, как бы, вообще нет, он его называет форма-форм, как бы, в его философии он выступает в роли первого двигателя, некоторой такой силы, которая дает первый толчок к мирозданию. А, как бы, все, из чего, как бы, состоит наш мир, он делит на четыре компонента. Это А — это материя, Б — это форма, В — это причина, и Г — это цель. Как бы, это очень важно. Можно присутствовать на примере, который использовал сам Аристотель. То есть он говорил, вот, посмотрели на дом, вот, как бы, то, из чего он сделан, доски, да, там, гвозди, стекла, там, из чего дома там делал, цемент, как бы, это все материя, то есть материал. То, из чего сделан, он имеет, как бы, вещественную природу, можно пощупать и так далее. Как бы, вместо, вот, идей платоновских, то есть, это вот, ноу-хау у Аристотеля, он был понятен форма. То есть это то, как выглядит будущий дом. То бишь, и образ дома всегда присутствует в голове у строителя. А строительство очень выступает как причина. Ну, то бишь, он, как бы, сам строит, он выступает причиной изменений материи. Он превращает материю, как бы, он ее формообразует, он, так, придает материи форму дома. Ну, и, конечно же, цель, или, говоря греческим языком, делос, как бы, это то, зачем. Ну, то бишь, кто-то строит дом, чтобы его продать, кто-то строит дом для того, чтобы в нем жить, кто-то строит дом для того, чтобы, как-то, продемонстрировать, что он может построить дом, ну, у всех. Кто-то просто строит дом, наверное. А чем не построить дом? И строить дом, ну, так. Это, так называемое, учение историки о четырех причине. То есть, все умели, как бы, состоять из этих четырех компонентов. Это форма, материя, причины и следствия. А в движение их приводят некий первый двигатель, который в философии Аристотеля вступает в роль бога. То есть привычно нам, бога, его там нет. И надо сказать, что эти идеи довольно новаторские у Аристотеля, потому что позже это войдет в историю философии как темный механицизм. И он будет уже актуален аж эпохи Просвещения. То есть это век 17-й уже. То есть до этого был всем известный бог Средневековья с ее милыми представлениями о боге как человеке, которого там распяли и так далее, неважно. Потом Возрождение, где, собственно, роль церкви еще, по сути, потом возвращение к этому механицизму произошло только тогда, когда роль церкви исторически стала значительно меньше, когда наука выходит на первый план. И это произошло с большим разрывом этой вспоминания. То есть, по сути, Аристотель не просто опередил свое время, он, по сути, вообще вне времени. С учетом того, какое количество наук он открыл, правда, то я вот реально думал на днях, какие науки не открыл Аристотель. Вот, пожалуй, политику, про которую мы пытались рассказать, ее открыл не Аристотель, она была там оплатованнее раньше. Может быть, этика, хотя вот мне кажется, что этику в привычном плане, науку о правильном разделе философии, о правильном действии, тоже открыл Аристотель. То есть, у него там есть про театр, у него есть про митерологию, про сны есть. То есть, Аристотель, он как Зигмунд Фрейд, он толковал сны серьезно. У него про душу есть, то есть, он психологию основал. Наверное, вы сами, наверное, чем бы вы ни занимались, вам всегда ваш учебный курс начался с того, что это что-то основал Аристотель. А вот дальше было что-то другое. То есть, это реально большое достижение. То есть, про отношения с Александром, тут тоже неоднозначно, как мы уже сказали. С одной стороны, Александр ему передавал с Индии, там, с покоренных земель, образцы и растений, и животных. То есть, известно, что Аристотелю Александр посылал обезьянок. Но вот после того, как Александр обнаружил реально, что, как бы, границы мира нет, то есть, надо сказать, что Александр тут и Аристотель не понял, что мир круг, поэтому границы нет. То есть, и они вообще думали, что мир, греки думали, что мир состоит из тех территорий, с которыми они торговали. А это был Египет, это была Персия, это была, собственно, Индия. То есть, поэтому границы мира. То есть, в центре у них Греция была, поэтому Греция – это центр культуры. А все остальное, как бы, это вот варвара. То есть, варвары, это, вы знаете, наверное, это с греческого, не говорящий по-гречески. Просите за аксиомарон. И поэтому получается, что Аристотель, с одной стороны, сформировал, ну, если бы не Аристотель, не было бы Александра, с другой стороны, Александр, он, правда, не очень был рад тому, чему научил Аристотель. Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? Скажите, как политика и демократия. Это у Аристотеля? Это у Аристотеля, смотрите, с демократией вообще ситуация очень смешная. Дело в том, что вообще говорят, да, что демократия в Греции, да. Но если так подумать, то, во-первых, то, что было в Греции сложно назвать демократией в современном мире, потому что, а, в ней не участвовали женщины, б, в ней не участвовали рабы, ц, в ней не участвовали дети, и, г, в ней не участвовали, там был имущенный ценз. То есть, демократия, демос, это не народ, как принято говорить, демос, это, как бы, главы домохозяйственные, то есть, это мужчины, которые, как бы, имеют вес в обществе, прежде всего. Ну, поэтому, это, ну, можно в некотором плане даже сказать, что это такая аистократия, то есть, по половому признаку, и по имущенному цензу, то есть, это вряд ли в современном праве, то есть, мы-то принимаем демократию, как типа, что это всеобщественное право, равенство, защита частной собственности, и прочее, прочее, прочее. Ну, и демократия, вообще-то, в таком виде, существовала, строго говоря, только в Афинах. То есть, у Аристотия, как раз, есть трактат, афинская демократия, где он, как раз, описывает то, как в Афинах это все было устроено. Но, в Греции, не только, вы знаете, да, Афины, то есть, была Спарта, Спарта, это был классический демократический режим, там были военные правили, в Каримфах там власть, ну, там, торговый империя, по сути, торговый полис. То есть, Афины тоже торговали много, но для Каримфа, как бы, финансовая часть была значительной. Возвращаясь в ваши вопросы про политику и демократию, то есть, он, по сути, вот у него есть заменитое, как бы, деление на хорошие формы управления, на плохие, про то, что вот Юля пыталась рассказать, это хорошее, это анархия, власть одного, когда хорошая власть детских, это аристократия, хорошая власть многих, это политее. И почему это сверху вниз? Потому что там, чем большее количество людей вовращено в политический процесс, тем меньше вероятность, что эти люди будут обладать практическим разумом, фроносисом, и тем меньше вероятность, что они будут благодетельными. То есть, чем отличается, опять же таки, классическая политическая мысль от современной, аристократия реально думала, что, чтобы управлять государством хорошо, надо быть хорошим человеком, надо будет ему совершать хорошие поступки. То есть, сейчас мы и так и думаем, да, вы все понимаете, что политика, там, грязь, забелая и прочее. Это вот наследие, ну, к новому времени. Поэтому вот так. Поэтому политее, это вот хорошая демократия, где вот много, все население добродетельно, оно совершает хорошие поступки, и все население обладает практическим разумом, фроносисом. Плохие формы правления, если один, это тирания, если несколько, это олигархия, всем знакомый нам слов, и если это много плохих людей, это даже демократия, это Аристотель называл особым словом охлократия. Охлос с греческого языка это толпа. Вот когда правят толпа, и в толпе обязательно есть такой человек нехороший, как демагог, то есть который пустыми какими-то обещаниями, какими-то расслабленными формулировками управляет толпой, а толпа как бы сносится на своем пути. То есть у толпы А, нет удобралителя, она не совершает хорошие поступки, Б, у нее нет никакого вообще разума, то есть она просто инструмент, инертная масса в руках демагога, который просидует свои личные интересы. Ответил? Да. Получается, Аристотель с Платоном считали монархию самой лучшей системой правления, да? Да, так и есть. Я более вам скажу, демократия до нового времени, до времен падений монархий существовала в политической вынуждении только до того, в основном, ну, начиная с падения личности, то есть в политической просто были демократические режимы, для того, чтобы подчеркивать достоинства монархий. То есть демократия все порицали, посмотрите, как фигово при демократии. И вот, если, и как хорошо у нас при монархии. Вот не было бы у нас такого добродетельного короля, там, оператора, неважно, жили бы вот эти вот демократы, древние грецы. Между прочим, это вообще работало, потому что греки всю свою историю любили убивать друг друга. То есть, и пока они не убивали друг друга, когда ее правило, кто-то друг со стороны. Александр, я как бы понимать, он македонский. Македония, это что-то вроде Новосибирска, как бы, в России. То есть, он как бы совсем где-то в стороне. И там была длинная история, как Александр Македонский пытался доказать грекам, что он грек. То есть, он там пытался по-разному. В итоге, пришел к методу огня и меча. То есть, он просто всех сжег. Ты не согласен, был хорошим парнишком. Аристотель, я слушал просто. Аристотель может казаться его разумным, а 50% шанс неразумным. Для этого, чтобы увеличить шансы, был Аристотель. То есть, ну, понимаете, одного человека проще воспитать добродетельным. Добродетель – неврожденное качество. Это тоже, надо сказать, важно. То есть, от природы все люди, они как, ну, животные, то есть, по-либо-политически. Политическое животное значит, что мы как животные, только наши фишки, и как животные, являются не когти, там, зубы и проще, а мы общаемся друг с другом. Вот и все. А дальше уже вступает в ход образования. По-гречески это слово «пайдейля». То есть, как бы, согласно, одного человека воспитать проще, чем толпу, там, сто… Да, есть вероятность, что он будет невоспитабеленным, то есть, что не получится, но тут Аристотель готов пойти на разумный риск, потому что все равно вероятность того, что у вас получится это сделать, выше, чем при толпе. В толпе, в любом случае, там, как стол на телефон, Аристотель сказала одно, а толпу поняла совсем другое. Тут, по крайней мере, процесс тет-а-тет, то есть, ну, как бы, он… Я слышал такую тему, что Аристотель переводится, как «наилучший завершитель». Что очень странно для человеческого имени, что допускает, в свою очередь, гипотезу, что Аристотель не существовало как персоналий, а, возможно, это была некая школа или группа людей, которые просто вот этим именем подписывали все свои работы и открытия. Я понял вопрос, но вы закончили, да? Да, да. Все. Я всегда любил шутить на тему, что аристократия – это власть Аристотеля, потому что там корень «Аристос» – он действительно общий. Но на самом деле с Аристоклем все весьма сомнительно. Это вы… Это аристотельский вопрос гораздо менее острый сейчас стоит в современной философии, чем, например, даже платоновский вопрос. Вот что платон существовал на самом деле, там, нефагоровский вопрос, гомеровский вопрос, шекспировский вопрос, то есть иисусовский вопрос, то есть совершенно Иисус. Так можно про каждого сказать. Школа у всех действительно была, но они не подписывались именем Аристотеля. Это была фишка Пифагора, который… Все достижения учеников приписывались к Пифагору. Это интересный факт. Аристоклем на самом деле все, что до нас дошло от него, все книжки, которые я перечислял, логика, метафизика, физика, это не сами труды Аристокеля. Аристоклем, как говорят, вообще писал стихами, как Платон, то есть он диалоги строил, потому что это проще воспринимается. А то, что до нас дошло, это конспекты лекции Аристоклем, то есть студенческие конспекты, которые, не поверите, нашли в каком-то турецком сарае, серьезно. То есть буквально там Арисотия никто не знал, то есть буквально там были какие-то фрагменты, кто-то ссылался на Арисотию, ну не забыл с ним ссылался на Арисотию. А самого Аристокля нашли там не так вот, чтобы очень давно, реально послучались в каком-то там сарайе буквально. И школа Арисотия называлась «Парипатетики», от слова «Прогуляться». То есть они любили прогуляться, считали, что у Арисотия тоже есть там мотив про прогулку, что когда вы гуляете, у вас мозг лучше работает. И у него был ученик, театроник Радосский, который, в общем-то, придумал слово «метафизика». Это не термин «Аристотель». «Метафизика» значит «после физики». И буквально это означает, ну, он классифицировал работу. То есть Аристотель, понимаете, вот столько написал там телегами, там, я не знаю, свитков. А кто это будет разгребать? Аристотель – нет. У него были свои лаборанты. Вот как бы в современном плане. Вот они как бы все и разгребали. И метафизика, как и слово, удачно возникло просто потому, что надо было как-то классифицировать ряд работ, которые Аристотель написал хронологически после трактата «Физика». Так пухнул слово «метафизика». Потому что Аристотель здесь жил. Потому что кто-то же учил Александра Лукидонского. И ссылок такое количество, то есть же известно, где он… Ну, слишком много биографических подробностей про него известно, чтобы он не существовал вообще. То есть, ну, там буквально известно, что, знаете, может, Аристотель стыгерит, что он типа из города Стагиры. Он слишком много путешествовал, слишком много кого видел, слишком много написал. И на него слишком много кто ссылался. И стиль написания, он все-таки, насколько можно судить по вот этим конспектам, один и тот же. То есть, как вот шекспировский образ перемешается, делают лингвисты и текстологический анализ, они почерки сравнивают там у Шекспира со всеми воспринимениями. Ну, Аристотель как бы тут сложнее, потому что это Первая Греция, там мало чего осталось. Но все-таки я, например, считаю, что он зарядил. Вот по сложностям перевода. Насколько мне известно, средневековая Европа переводила Аристотеля вообще с арабского. Да. А сохранились ли оригиналы и когда они были найдены? Таким образом, когда Средневековье началось, как-то людям в Европе стал иногда Аристотель. То есть, им надо было про Бога поговорить, а у Аристотеля, как я вам сказал, про Бога мало чего было. Поэтому, как бы, было немного проблематично с Аристотелем. Поэтому вот ранние патристики, так называемые ранние Средневековья, они не любили Аристотель, они любили Платона. Что Платон там столько метафоров, там, у него и Бог есть как создатель. Когда он называет его словом «демюр», то это не важно, потому что он творит мир реальный из материи. То есть, очень близко. И вот, собственно, триада «Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух», наверное, вы все про него слышали, да? Она, это Платоническая триада, «Мировой Дух», «Разум Душа». Вот, как бы, вот этим всё сказано. Аристотели любили, тогда Аристотель очень любили арабов. У арабов, как вам, как, наверное, ну, как бы, исламы, вы понимаете, с точки зрения все современного ислама, который спорит терроризм и тому прочему, да? Но, тем не менее, вы удивитесь, но вот до... В те времена мусульмане, как бы, арабы, они были более склонны сомневаться в исламе, чем вот сейчас. То есть, там, реально, был путь к Алламу. То есть, я думаю, дальше, что истинный мусульманин, он просто сомневается в Аллахе там и, как бы, в основных принципах ислама. То есть, ну, сомнение, которое потом помогает не опроверовать ислам ни в коем случае, а, наоборот, укрепиться в вере. Такое позитивное, конструктивное сомнение. И в этом плане им очень помогал Аристотель, которого они просто выцепили в ходе на дно. Ну, они захватили же, там, Испанию, большую часть, ну, Грецию. Там, то есть, она, как бы, была, ну, подорабами. И они оттуда, как бы, вывезли всего Аристотеля. И занимались, ну, его логикой они. Потому что, ну, логика — это, надо сделать философию о правилах размышлений. Они примели логику Корану и пытались понять, насколько... У них был вопрос о... В Европе это позже. Это, может быть, кто-то слышал, проблема антилицея. Проблема Бога оправдания. Почему, типа, если Бог всемогущий, а в Исламе Аллах тоже всемогущий, как у нас, как бы, наш Бог. И, как бы, то почему есть зло в мире? Как бы, они не могли понять никак. Они пытались с логикой Аристотеля работать с Кораном, понятно? И это было очень конструктивно. Никто никого не сжигал, не убивал, не устраивал джихадом, террористических актов. Никто... Все это было нормально. Вот, позже, где-то в 15-м веке, не в 15-м в ру, в веке в 13-м, 15-е тоже возрождение, прошу прощения. И там уже была такая ситуация, что главный интерпретарь Аристотеля, Авероис, даже была такая, в общем, прискатка, что Аристотель истолковал природу, а Авероис истолковал Аристотеля. А авероизм, он говорит, что есть две истины. Есть истина земная, есть истина небесная, они, типа, разные. И надо говорить о том и о другом. И, как бы, авероизм был очень хорошо принят в Саргоне. Тогда было всего два уничтожения, Саргона и Болония. Болония была по праву, Саргона по благословию. И все так хорошо, авероизм вклинился в Саргону, что их чуть там не сожгли, как херетиков. Но, тем не менее, вот этот вот авероизм, он поверил к тому, что Аристотель вернулся в Европу и, впоследствии, получил в средние века название схоластика, может быть, вы слышали. И схоластика это уже ведет к библейскому, к атомизму, который уже применял, уже после арабов, лутфилософию Аристотеля к Библии непосредственно, к библейскому учению. Касательно переводов, сложности переводов, это вообще беда, потому что, ну, как бы я говорю, остались только конспекты. Конспекты, ну, до этого были вообще, ну, до того, как открыли, были только арабские интерпретации. Ну, вы понимаете, когда переводится на войска, ну, то есть, греческого на арабский, с арабского на латынь, смысл теряется. Поэтому то, что там было сделано, это уже считать автономное учение. Не зря Фаблова Квинского, который вот работал с арабской версией Аристотеля, его учение называют танизм, а не аристотилизм, потому что это все-таки разные штуки. А Аристотель, который вот нашли, его вот сейчас исследуют, ну, понимаете, это же не сам Аристотель, это конспекты. Там сложность языка, конечно, есть, но все-таки это вам не платон, у которого там одно слово, любовь, может пятью словами, ну, как бы, может, у Аристотеля так тоже было, никто не знает, но просто студенты, они же конспектируют, они, наверное, вы знаете, все мы получились понемногу, как говорится, вот, и, как бы, они склонны, ну, студенты склонны упрощать, поэтому язык Аристотель проще, чем того же Платона. А вот он выдвигал идеальный вариант устройства государства, политической системы, рассматривал причины реальные, по которым это не осуществляется? Нет, смотрите, Аристотель ни в коем случае не утопист, в том плане, как Платон. Даже у Платона у него будет вот это вот идеальное государство, которое он создал в Волголезе Освене, а то в конец жизни, и это, там, государство Платона. Был, пока, в жизни еще написан Платоном, даже, ну, вот, тут большой вопрос написал, либо Платон, сейчас думают, что все-таки да, потому что по стиле похоже, закон называется, там уже реальный, типа, прототип. Почему Платон не друг лично дороже? Потому что Платон делал ставку на мир идей, то есть он говорит, что все, что тут, не важно, важно все то, что там, в мире идей, и это, по-моему, очень напоминает христианство, нет? Вот, типа, идеи спасения, там, обретение, попадание, попадание в рай, вот, и типа Платона, то есть Саша служила проводником, собственно, в мир идей, а то, что тут, вообще, не важно. По арестопикам делать все наоборот, он вообще сам не говорит, что того мира, может, и нет, никто не знает, но, по крайней мере, он критикует и очень об идее Платона, и говорит, что важно то, что здесь. И он, как раз, ну, он, скорее, подходит к политике, как историк, то есть он просто смотрит, какие вокруг него были политические режимы, и он их классифицирует. Так, по монархиям, аистократиям, ну, и его, вот, ноу-хау, про то, что, типа, вот, про афронезис и про добронезис. Ну, как бы, это тоже было во многом духом того времени, потому что, ну, тот же Платон, например, может знать, и он приехал учить тирана, тирана, а тиран это не то, что тоже в нашем, в общем, все не то, что кажется в нашем языке, тиран, паблический, просто единовичный правитель. Вот он приехал учить, как быть хорошим человеком тирана Сиракуса, Платона продли в рабство. Как бы, Аристотель приехал учить хорошую манеру Александра Великого, который был просто из Новосибирска, что говорится. То есть, какой-то провинциальный мальчик, какого-то провинциального царя Аристотель приехал бы учить. Почему? Потому что в Греции в тот момент был вообще трэш. Ну, в плане, там греки бывали греков, занимались, собственно, любимым для них делом. Поэтому Аристотель искал себе тихий, уютный уголок, нашел его на окраине греческого мира, в Новосибирске, в Македонии. Как бы, и там занимался воспитанием, как бы, вот, воспитанием Александра. То есть, это было очень модным, как бы, посылом воспитывать вот детей и вот монахов. Ну, кого-то большим успехом, кого-то в рабство продавали, кто-то вот удачно. Ну, тут удачно, скорее, скорее к тому, что в Македонии стремились показать, что мы греи. Поэтому вот греческое воспитание, это, типа, должно было сделать из македонцев, которые были, собственно, пастухами. Собственно, греков цивилизованных. Секунду отвлечься и провести вот эти параллели между христианским раем и платоническим миром идеи. Ну, я могу, конечно, но это уже не правильно стоит, я помню. С христианским раем это мало коррелирует, потому что, ну, Бог, вообще, для греков, это шарик, для философов. Почему шарик? Потому что шар не имеет углов. То есть все философы, в принципе, потом, как бы, додумались для того, чтобы глупо считать, что, как бы, Бог это дядя, который сидит там на облаке и там, я не знаю, управляет нашими поступками. Как минимум, как бы, он является всем в той форме, которая привычна тому существу, которое воспринимает. Ну, для греков, вот, если вид Бога, типа, это шар. Потому что, ну, Бог, это, ну, по-моему, Клинскому так же, это совершенство всех совершенств. Раз он совершенствует совершенствовать, значит, он наипрекраснейше существо. А наипрекраснейше – это значит не иметь углов для греков. Ну, смиритесь с этим. Типа, прекрасно – это то, что не имеет углов. Потому что углы, они еще и границу полагают углы. А шары он может там бесконечно расширяться, сужаться, в общем, все нормально. Как бы, вот чего? У Платона есть, как бы, демиург. Это диалог тени, как конкретно. Демиург творит мир из материи. Как бы, если идет, когда демиург творит мир, демиург – это с греческо-ремеслый. Типа, там, гончарка, не важно. Он, как бы, лепит мир буквально. И это очень похоже на акт творения мира Бога, по сути, христианское. И потом, когда Бог творит мир, появляется там, знаете, в христианской эскатологии, там, типа, свет от тьмы отделяется, люди там, животные творятся и прочее. Ну, в общем, чем дальше, как бы, влез к человеку, тем, по Платону, вот этой энергии, которая ведется при творении мира, он называл это словом эманация, изливание по-русски. Она изливается в мир, и чем дальше к человеку, тем больше она костенеет, она превращается в материю. Поэтому платоники считали, что материя – это зло. То есть, зло в материи. И, как бы, к сожалению того, что христианство, там, тоже всякое, ну, знаете, проще, типа, богатую пройти сквозь и больную ушко, чем богатую попасть в рай, это все, как бы, вот оттуда растет. Тут, как бы, не точно, ну, есть много исследований на эту тему. То есть, понятно, что, если сказать стопроцентно, что христианство – это платонизм, то очень многие элегиозные люди с этим не согласятся. Но, вот, то же самое, вот, разум и, как бы, бог-сын, там, конечно же, гончар, он никого там не порождал, он никакого сына не посылал, никаких мессий там не было, никого спасения там не было. Но, вот этот вот разум, собственно, который, который, это, собственно, ну, там есть еще идея такая важная, когда у человека есть как бы душа и тело, да, вы это знаете. Но у Платона тело – это тюрьма для души, и душа не помнит саму себя. И вот разум – это такой, как бы, катализатор, как бы, для души, который помогает душе вспомнить саму себя и получить связь с миром людей, который для Платона, как бы, поняли, был всем. Ну, и, как бы, вот, ну, получается, что вот, ну, с этой троицей больше всего связь имеет Демиур, который творит мир, меньше всего вот этот вот момент бога-сына, который, ну, непонятно, то есть там в христианстве с этим большим были споры, кто он – бог, Иисус – не бог. Как бы, в итоге, был там Сильяцкий собор, где сказали, что он – бог все-таки, типа, что, ну, как бы, ну, как бы, ну, там, с заговорками, что там была проблема к Нему, типа, что бог-отец и бог-сын – они единосущны, то есть, как, ну, типа, одной природы. Поэтому, если бог-отец – бог, то сын – тоже бог. Поэтому, несмотря на то, что матч Лего – земная, типа, да, у никаких там Гераклов, бога, не могло в тот момент. Вот, ну, вот этот мир меньше всех, а душа, по сути, та же самая функция захороненства. И душа, в христианстве, она придает спасение индивидуально, ну, просто вот только зачем? У Платона душа возносится, чтобы познать, если бы нет, мир идей, а в христианстве душа возносится, ну, не знаю, что там, вечный блага, там, получить, не знаю, в этом плане, конечно, христианство, оно немного уступает исламу, в исламе четко прописано, что есть в раю, за что надо умирать. Вот, а в христианстве у нас, вот, кроме, у нас есть только божественная комедия Данте, наверное, на этот план, и то там, ад хорошо описано, а рай не очень. Поэтому у нас в лесу, конечно, там происходит, в раю, там есть все небес какие-то, там, получается, какие-то ништяки, бесконечное блаженство, но что это значит, там непонятно. Вот так. Но, как бы, Платон в этом плане четко прописан, что вознесение – это, типа, для познания. Я такого не скажу, что меня не заставили. Вы учите, что мы находимся сейчас в парадигме христианства ислама того времени. То, каким оно было в веке в XII, понятно, что оно сейчас не такое. Ну, вообще, на самом деле, мое мнение таково, что если бы христиане не устроили такой массовый ивент, как крестовый поход, ну, время было тяжелое, мы развлекать их отмогли, что говорится, и, как бы, мусульмане никогда бы не объединились. Они, как и греки, любили убивать друг друга. Но тут пришли крестоносцы, закованные в лапы, и быстро отжали некого значимого кусок территории вместе с Иерусалимом, мы знали какие-то цели королевства, и мусульмане, типа, объединились против единого врага. И у них там был этот саладин, саллахаддин, который потом это все быстро обратно обвоевал. Ну, там, знаете, это часть Единая Сердь, это уже третья история похода. То есть, исходя из того, что я знаю про исламное христианство, спасение в исламе прописано будет четче, что ты получаешь, за что ты получаешь. В христианстве как-то ты поступаешь хорошо, потому что ты любишь Бога, а в исламе ты поступаешь хорошо, потому что ты любишь Бога, но это потому что тебе обещают кучу плюшек после смерти. Там, все, чего нельзя при жизни, там, вино и прочие прелести жизни, все, можно будет там, бесконечные реки, звена, это все как будет. Аристотия? Аристотия, да, очень было своеобразно. То есть, там, не было двух государств, а в должности даже выбирались пожреть. То есть, не выбором этим там голосованием, а просто желающие пожрели эти голосования. Не, не совсем так. Насколько я, по крайней мере, знаю, там было так. Было такое место, Агора, это римский эквивалент римского форума. То есть, тут соберались, что это все ДЭМы. И они голосовали, как бы прямым голосованием, там, воевать с партой, не воевать. Там, не знаю, ввести налог, не выносить налог, не вводить налог. Но фишка-то в том, что там, как бы, единственное, про что вы говорите, это правда. Вы могли, если вы свободны ДЭМ, вы могли предложить свою кандидатуру, ну, для выборов. Ну, избирали вас, как бы, свободные мужчины, то есть, там, на ограниченный срок времени. В этом, как бы, по сути, демократия. То есть, чтобы они никогда не жрели, так уж совсем была бы демократия. Я слышал, что они, как бы, выбирали только главную судью. Выбирали. И выбирали, как бы, стратегу, наверное. Зашли на это. Понятно. А кого мужчина? Там, в смысле, был, как бы, архонт, который правил, типа, политический руководитель. Был стратег, ну, как бы, который защищал город. А, собственно... Ну, вообще, остальные, там, должности, которые... А какие вам еще? Начальник, там, Порто, там, ну... Начальник Порто? Ну... А я вам так скажу, что... Аристофий тот же, уже еще и в экономику вклад внес? Да. Все вклад внес? Ну, там, вообще, начальник Порто, это бездельное существо. Как бы, зачем его убирать? Они вообще к деньгам относились греки. Ну, они сейчас, походу, так. Как бы, важно то, как, типа, полис живет. Людей, которые занимаются экономикой, Аристофий называл словом идиоты. Серьезно. Ну, как бы, слово идиот тоже придумал Аристофий. Как бы, идиот, это буквально человек, который участвует в политическом жизни и занимается экономикой. Потому что, поэтому, начальник Порто, ну, кто он там? Ну, в смысле, это даже... Это не обязательно должен быть... Ну, это должна быть ни женщина, ни раб. Ну, это не должен даже быть особо богатый мужчина. То есть, экономикой занимались, ну, прямо скажем, не самые почтенные граждане полиса. Потому что, вообще, занятие экономической деятельностью, как искусственное зарабатывание прибыли, это весьма, как бы, ну... Этим занимались люди, у которых мало годовой добролейки, которым нужно занятие политикой. Понятно? Вот. Это уже после протестантизма, когда возник капитализм, тогда уже все стало наоборот. Что, типа, когда мы занимаемся бизнесом, что говорится, это хорошо. Типа, дальше был вообще социальный организм, который говорил, что, мол, если мы занимаемся экономикой, то, мол, успешно. То мы, вообще, чуть ли не новая стадия развития человеческого вида. Как-то так. А у греков, наоборот, у них, типа, политика вообще не сопряжена с экономикой ни разу. То есть, начальник порта, у них, это, вообще... Ну, какие политика у них, как бы, диктовалась экономикой, правильно? Они скрестнулись из-за экономики, из-за торговых путей, из-за права торговли на этих территориях, да? Ну, не обязательно, у них, они скорее... Там, экономика, я говорю, там был, да, был момент такой, что экономика, но у них, когда нужны были деньги, так, ну, Перикол, например, который город создал, ну, он его там храм, ну, в кучу построил, его, как бы, его, ну, уже закат гельской культуры, его упрекали, мол, Перикол, ты, типа, мужик, да, ну, ты, как бы, много денег потратил вообще. И Перикол сказал, я, типа, верну все деньги, как бы, ну, на каждой статусе будет написано, что ты сделал на линии Перикол. И они такие, ну, ладно, ну, ладно, ты, типа, погорячился, типа, все, пожалуйста, ради бога, драй деньги дальше. То есть, для них, как бы, финансовый вопрос вообще бы не стоял на повестке дня. То есть, солдатам не платили жалования, как вот сейчас. Солдаты шли воевать, потому что они защищали свою пояс, как бы, они отставили свою свободу. Если они отставили свой пояс, они остались рабами, они и поэтому воевали, как бы, а не за денежку. То есть, как бы, там финансовый момент... Греки воевали восемь с варварами не для того, чтобы завывать варвары, а для того, чтобы просветить варвары. То есть, мотив, по которому Александр Малчинонский пошел в Азию, их два. А Персидский царь Дарий III убил его отца, ну, с помощью наемников, и они, типа, по этому, они мсить пошли. Месяц тоже святое, посчитайте, типа, Ильяну, когда Ахерес мстит за смерть своего побратима Патрокло. Как бы, это вот, ну, это не все, это святое. И второй момент, они решили их просвещать, типа того. Как бы, финансовый вопрос там тоже выстоял. То есть, надо было расширять клическую культуру. Александр хотел, как бы, сделать кельницкую культуру, это доступно для всех. И с помощью культуры объединить народ. Ну, не ради денег, он хотел просто, чтобы все народы были свободны, по сути. Он хотел создать такую всемирную демократию. А мир нам в тот момент правильнее, как бы, тирана. Ну, то бишь, ну, Персидская держава, это абсолютно монарх. Ну, что там, планету свободы. Там никто не имеет писать. Вот он, как бы, за этим пошел. То есть, деньги для него, там, еще раз. Но, если посты, то где-то, деньги-то имели значение? Для простых, для кого? Для женщин? Для плойных, для плойных. Для плойных. Для плойных? Ну, как вам сказать? Ну, за воздействие и богатство для ее тоже. Ну, как, ну, мне сложно, опять-таки, я там не жил. Но то, что я считал, как бы, они за ним шли, потому что они его считали сыном Зевса. Потом они его считали еще сыном Амона-Ра. И когда вам говорит сын Зевса идти убивать других людей, вы склонны подчиняться, потому что вы думаете, что он сын Бога. И это тогда была не пропаганда. Они реально думали, что Александр сын Бога. Потому что он сделал то, чего не мог не сделать никто. Он победил Персих. Вот. И вообще, как бы, там была мощная национальная идея. Да, Александр вообще, кстати, примечательно, он не брал денег вообще себе. То есть, завоеванные деньги, ну, в детской державе там была куча золота. Он его вообще не брал. То есть, он на эти деньги строил дома, проводил дороги, просвещал людей и все что угодно. Но в момент, как бы, финансового заработка его не волновало. И даже известно, что его мать, царица Олимпиады, она жила вообще, как бы, почти в нищете. То есть, у нее были там служанки и прочие. Ну, то есть, она не была богата, как персидский шейх, грубо говоря. И уже, как бы, попросимы. Ну, вы понимаете, македонцы, еще надо учитывать, они же не греки, в полном смысле, они пастухи. Ну, в смысле, их пытались сделать македонцы, греками, в течение, там, 20 лет. То есть, греческая культура на них еще не особо действует. Поэтому уже Александр, понятно, у него был Аристотель. Но не у каждого македонца был свой Аристотель. Поэтому, как бы, когда друзья Александра, которых звали гитаярами, он их сажал, как бы, быть сатрапами в Персии. Ну, правильные чиновники, губернаторы, назовем их так, они быстро ассимилировались под персидскую культуру уже. И поэтому они там, типа, занимались тем, что привлечили собственное богатство и власть. Александр и греки, вообще, тем не особо волновались за это. То есть, для них всегда был, как бы, момент, оставив индивидуальной свободы, защиты демократии и просвещения варам. Вот их моменты, по которым они вступали в бой. То есть, какие были такие элементы наемничества? То есть, у греки, которые были наемники, по большей части, у фараонов были греческие наемники, у персов были греческие наемники. Да, но ученики что-то закатывали свою культуру, все-таки. Ну, как это? Еще перед до столицы, когда македонцев, поход 10 тысяч, когда была там перетряска была, но... Греки, ну, смотрите, даже если так, то, как бы, смотрите, я говорю, греки же были, ну, как бы, разными, греки. Вы учитываете, что, как бы, демы, вот им вообще было пофигу на это все делать. Потому что, во-первых, у них уже было домохозяйство, и, как бы, их кормило государство. То есть, если дем был, там, дауншифтер, будем называть это, как бы, современным словом, то, как бы, демы тут же давали финансовую помощь вообще-то. Ну, в смысле, дело-то не в том, что они зарабатывали деньги в ходе своей деятельности. Дело в том, что для них это было неважно. Ну, то есть, как бы, понятно, что если вы какой-то наемник, если вы еще наемник, бывший метек, ну, метек чужеземец, вы приехали в Грецию, и вас чуть не сделали рабом, ну, вы пошли, ну, как бы, ну, или, там, пожили, там, пару поколений вашей семьи, вы, там, перешли, ну, как бы, в наемники. Но это было не массово. Массово это стало, когда греки стали снова убивать греков, и люди стали искать себе покоя в других сферах. И когда вы живете в Египте, будучи эмигрантом, вы постепенно ассимилируетесь под культуру той страны, в которой вы живете. Так это и происходило. Я вам говорю просто про основы греческого менталитета, что для них, как бы, вот это то, что вы говорите, деньги, это у Аристотеля было два термина, экономика и климатистика. Вот то, что вы говорите, это климатистика, это ничтожные люди, порочные, как бы, до которых Аристотеля делов не было вообще. То есть для него экономика, это только если вы зарабатываете деньги, чтобы потом их добровольно отдать государству. Вот. Чтобы государство потом с ними делало то, что оно считает нужным, на основании союза демок. Понятно? Как Аристотель характеризовал понятие свободы? Первый вопрос, да? Если можно, чтобы не было. И каким-то образом он, ну, как сказать, постулировали, когда определял участие в жизни общества, какими действиями, какими шагами. Как? Что нужно делать, чтобы участвовать в жизни? Да. Ну, про свободу, то, что мы говорили, это то, что кто обладает свободой. Что значит обладать свободой для, не только для всех, опять-таки, ну, почти для всех, скажем так. Это значит ставить самому себе все цели своей разводной деятельности. Понятно? Раб – это обладтворенный инструмент. Все, что он будет делать, ему станут цели яд. Когда, как бы, как бы, в чем фишка? У Аристотеля есть, почему женщины, например, не имеют права. У Аристотеля есть учение о душе. У него есть, как бы, триучастность труда души. Вожделеющая души, яростная часть души и разумная часть души. Вот, как бы, у женщин по Аристоту у них нет разумной части души. Поэтому они не могут только участвовать в политической жизни, потому что нечего предложить, потому что у них только чувственная. Область чувствует развитие. Смешное лицо? Ну, античного сексизма просто. Как бы, да, вот. Мужчины, дети отпадают, правильно, почему? Потому что либо он ребенок мальчик, ему надо сейчас формироваться. Либо он девочкой, тогда вообще не повезло. Как бы, вот. Поэтому только мужчины. И мужчины, почему, как бы, мужчина, он глава семьи, потому что только у него, по сути, есть в этой семье разумная часть души. Фронт здесь тот самый пресловутый. И это значит, что только мужчина, как бы, может ставить всей семье разумные цели и верность. То есть то, что они должны делать. Потому что без него они не могут. Если они пытаются сделать без него, получается ничего хорошего. Потому что, как бы, у них нет той части, которая может дать им шанс совершить правильные действия. В том числе политическое. Касательно второй вопрос, какой у вас был? Про то, чем вы должны заниматься, да? В политической деятельности, ну, в основном, как бы, это обсуждение проблем. То есть, как бы, что за счет общественной бедности? Ты приходишь на агору. То есть у тебя два же варианта, когда ты свободный терм. Ты можешь закопаться в своем домашнем хозяйстве. Там, выращивать коров, свиней, быков, лошадей. И приемножить богатство. Чтобы потом выращивать еще больше коров, лошадей, быков и свиней. Чтобы еще больше приемножить богатства. И это порочный круг. Это самое климатистское. Это глупость по истории. Либо вы можете, как бы, заниматься политикой. Это значит, что вы приходите на агору, будешь свободный терм. Либо выстраиваете. Ну, я предлагаю какой-то закон. И терм, ведущий, у него у всех есть хронозис, у них у всех есть а-ли-тен, на пролете вот это самое. Который, который совершает хорошие поступки. И потом, как бы, вот для этого они, как бы, уже, поэтому они все способны воспринять закон, законоправительного руковаря. И они по этому уже, как бы, голосуют. Если не согласны, то он принимается. Если не согласны, то не согласны, то не соглашаются. Вот так. Ну, каждая тема имеет право голоса. А как они начались и дроги попадают в голос? Ну, работают вообще не люди. Рам – это лопата с мозгами. Просто. Мультифункциональный инструмент. Кирка, лопата, все, что угодно. Но то, чем он будет, зависит от хозяина. Это еще раз, подлукотворенный инструмент. Это динамика, динамика вот этого процесса. Он может восстать, но его убьют. Он может продать целью свою. Есть такая проблема, философика, диалекция, рава и господина. Если у рава получается восстать, и с верностью все правительство, тогда, ну, что? Тогда получится, наоборот, с господином, а те, кто были господами, станут равами. Вот и все. Тут никакой проблемы не будет. Другое дело, что когда ты, там, двадцать лет раб, ты привыкаешь быть рабом. И ты уже не встаешь. Если раб какую-то цель свою деятельность поставит. Ну, в смысле, как вы знаете, греки не умеют считать мысли. Как бы, ну, поставят, ну, в смысле, и что? Дело в том, что он может проектировать. Рабам можно мечтать, им нельзя действовать по своей воле. Вот так. То есть, он может прикинуть, ой, я бы хотел построить дом. Он никогда не построит дом. То есть, ему тут же отбудут приказ, он должен будет подчиниться. Даже если он прикажет убить свою семью, раб должен будет убить свою семью. У него нет своей воли. У него нет, как бы, своего разума. Он просто, как бы, ему ставишь цель, он программирует в этом плане инструмент. Ему ставишь цель, но и действует выполняет. Если он не выполняет, вы можете его убить. По вашей версии, причины заката греческой культуры. Ну, такое там странное? Черт. Вот нет моего мнения. Тут есть факт исторический. Наверное, это весьма доказано. Просто, когда отец Македонский расширил греческую культуру повсюду, куда знал. Персия, Египет и Индия, часть Египет, которую он покорил, Даганда. То есть, он сделал так, что стало очень много недогреков. То есть, как бы, ну, это известный факт, типа, как считает философ. Во всяком случае, когда ты хочешь, чтобы что-то умерло, крутое, возьми это и развинформировай. Александр развинформировал себя и культуру по всему известному миру. И она умерла. Уже вычитаясь, как бы, позднюю эллинскую философию, стойков, пикурейцев, скептиков, все они пишут о том, чтобы, наоборот, стать идиотами в Баристоте и уйти, жить, как бы, подальше от полиса. Потому что в полисе очень много вот этих вот самых недогреков. Которые, ну, как бы, это как сейчас, допустим, в Германии, нахлынули эмигранты. Как бы, коренным грекам это очень нравится, они уходили как можно дальше. И пикурейцы ушли в сад, стойки ушли, как бы, ну, как бы, ну, свою школу основали, то есть, ну, и так далее. То есть, стойки потом перебрались в Примость, кому интересно, там уже был эллинский император Марк Аврелий, он был к стойку, известно. Как бы... У нас период рассвета был. Чего? Это уже ближе к закату. То есть, Марк Аврелий был последним императором великим, потом его сын Хомет стал первым невеликим, и потом пошли притерианские императоры, которые вставили гварды, генералы и так далее. У нас уже другая история. Спасибо.